Добрый вечер, дорогие друзья. Пролетело уже аж целых три недели, накопилось много всего у нас в Западной Лиге, в эфире передача «Натуре», в студии Михаил Меркулов, Дмитрий Ершов. Здравствуйте. Сегодня будут еще наши гости. Вы понимаете, что информации настолько много, что в одну передачу мы не сможем все уместить. И сегодня мы поговорим о вторых дивизионах, где будут наши обозреватели. Также будет Максим Киселев. Мы подробно все обсудим. Ну а премьер-лигу, первый дивизион, Еврокубки и третью лигу мы уже с вами и с коллегами поговорим через несколько недель, когда подкопится у нас еще больше материала. Ну а эта передача будет посвящена у нас исключительно второму дивизиону. И сразу после небольшой буквально паузы у нас появится уже первый гость. Ну что ж, друзья, мы продолжаем нашу передачу. И о вторых дивизионах мы поговорим с нашими экспертами. Первым мы предоставим слово нашему обозревателю дивизиона 2А, вице-капитану футбольного клуба Макарена Роман Долженко. Привет, друзья. Ром, первый вопрос будет личного характера к тебе. Макарена, почему? Всегда меня интересовал этот вопрос. Название. Твоя команда играет тоже в 2А дивизионе. И когда я первый раз услышал Макарена, ну такое название меня тоже улыбнуло, как у тебя сейчас. Расскажи нам, пожалуйста. Скажу больше, меня тоже улыбало это название, потому что те, кто со мной уже знаком, знают, что у меня изначально была команда Polaris, LFL, тоже она существовала в 4-3 дивизионе, во 2-й мы уже не выходили. Ну и вот в 2016 году она прекратила свое существование. Тогда стал вопрос, куда идти. А с ребятами из Макарена к тому моменту мы уже немножко сдружились. Естественно, я тоже Тарасу, капитану команды, задавал как-то вопрос, или даже он сам мне рассказывал, почему Макарена. Ну на самом деле история банальная, ничего такого там сверхъестественного нет, никакой текилы, ничего экстраординарного. Ребята, когда решили создать свою команду, было много, куча просто была вариантов названий команд, но большинство из них отметались. Я вот помню, мне запомнился вариант книга Любы был, вместо Макарена один из фаворитов. И что-то было еще интересное, не помню, при случае в следующий раз обязательно расскажу. То есть, ну никакой такой подоплеки нет, просто понравилось. Просто понравилось. Ну у вас на значке, там рядом с значком перчик, перчик такой в шляпе. Да, перчик, сам правильно, да. Да, почему перчик? Ну опять же, какие-то мексиканские мотивы, видимо. Почему-то вот Макарена как-то она больше вот с таким вот чем-то горячим ассоциируется. Может быть фильм там, танец навевает, не знаю. Кстати говоря, года полтора назад мы думали всерьез о том, чтобы немножко такой ребрендинг провести, провести эмблема в том числе. Но все практически, кто знаком с Макареной, и игроки Макареной, ну большинство ребят высказали за то, чтобы вот этот вот веселый, забавный перчик оставить и не менять, не делать такую агрессивную эмблему. Ром, вот интересно, когда тебя спрашивают, ну или там твоих партнеров по команде, там где ты играешь? В Макарене. В Макарене, это вызывает какие обычные у людей? Более того, у меня на работе стоит чайная кружка, у нас сейчас было пятилетие, мы отметили в этом году. И спасибо ребятам передам. И у меня на работе осталось вот с того мероприятия в качестве сувенира кружка с надписью не просто Макарене, а ЛФК, ну любительский футбольный клуб. Но многие, наверное, знают, что ЛФК это еще и лечебная физкультура, поэтому кто-то видит, что ЛФК Макарене, думает, парень совсем не себе, и Макарене, и тут еще и ЛФК. Вот скажи, пожалуйста, есть такая поговорка, в общем-то известная, как корабль назовете, так он и поплывет. Собственно говоря, вот не боялись, что у вас что-то пойдет не так, или вы танцуете на поле? Ну, опять же, не могу сказать за ребят, когда они называли, о чем они думали, боялись или нет, но танцуем, ну, танцуем мы, к сожалению, редко, как-то у нас выходят такие прям зажигательные игры, по крайней мере, в этом сезоне, надеюсь, все это у нас наладится. Но в плане, например, сплоченности, дружественности в коллективе, ну, я думаю, что многим коллективам ЛФЛ, по крайней мере, на Западе, мы можем дать фору. Ну, даже судя на вашу фотографию общую, которая стоит в заявке, да, ну, приятно смотреть, много кто улыбается. Это говорит о том, что атмосфера хорошая, тем не менее, да, если говорить о играх ваших последних, да, то в двух матчах вот набрано всего одно очко, с Олимпом 4-4, и вот в последнем туре вы проиграли. Летуали, вот что сейчас, что не получается? Я бы сюда добавил еще игру, которая была раньше, по-моему, с Весайдом как раз мы играли перед Олимпом, если я не ошибаюсь, сейчас я проверю себе, по-моему, так и было. Да, мы играли с Весайдом, тот матч мы проиграли 4-3, мы бились до последнего, игры были очень похожи, что с Весайдом, что с Олимпом, как вот команда между собой, да, немножко эти похожи. Также у нас были похожие матчи с ними, в частности с Олимпом, у нас был классный первый тайм, очень хороший первый тайм, к сожалению, свое не забили, получилось так, что гореть стали, по-моему, даже 0-3 мы проигрывали в какой-то момент, в итоге бились, кусались, смогли отыграться, за минуту до конца матча мы проигрывали в два мяча, мы смогли сравнять, такой, ну, можно сказать, устроили навалом, принес результаты, сравняли. Прошлый матч, если вспоминать игру с... Кому мы проиграли? С Литуалью. С Литуалью, да. Здесь, ну, наверное, на мой взгляд, какое-то место имел, может быть, недонастрой, может быть, мы почувствовали, что вот мы-то ха-ха, мы-то бежим, а Литуаль, там, мы знаем, там, Сергей Жемочков в группе пишет постоянно, что там проблемы с составом, мы там старички, видимо, мы тоже как-то в голове у нас это сидело, мы вышли совершенно разобранные, и к 20-й минуте мы горели 0-4 и пропустили еще пару ударов в перекладину, то есть, ну, первый тайм провалили просто напрочь. Во втором пытались зацепиться, но, опять же, к сожалению, не повезло. Ну, во многом причины какие могут быть? Во-первых, мы почему-то долго вкатываемся в матче, да, есть такое. Во-вторых, ну, как и у всех, у многих команд ВЛФЛ кадровые проблемы, потому что, вот, например, на последнюю игру не смог приехать вратарь наш основной, Григорий, который... По уважительной прыщи? Да, он немножко приболел, отравился. Нет, ну, это уважительная. Что-то не то скушал, к счастью, да, ничего такого у нас не было, вот, но достойно заменить ни наш защитник Лекс, ни я его не смогли, потому что мы стояли по тайму, играли в воротах по тайму, но не получилось. Ну, и были проблемы в центре, поле, опять-таки, основной наш игрок, лучший игрок предыдущего месяца наш, Никита, не мог присутствовать, тоже по семейным обстоятельствам, заменить его тоже достойно никто не смог, проиграли центр, проиграли матч. В целом, мы уже не одну передачу, да, говорим и сравниваем дивизионы 2А, 2Б, да, и явно такой уклон, точнее, мнение уже сформировалось, что 2Б посильнее, чем 2А, но 2А, он как-то ровнее, вот, согласен с этим? Ты, как человек, прекрасно знающий 2А дивизион? Я бы, ну, в какой-то степени согласился, потому что в 2Б, да, есть конкретные лидеры, конкретно сильные команды, ну, естественно, Импульс, Заречи там недалеко, а сейчас вот Барс потихонечку, да, приходит в себя. Ну, Ватутина. Ну, Ватутина, то есть, мы почитаем, что там Коля написал. Ну, а, во-вторых, еще Николай так к нам присоединится, мы об этом обязательно обсудим. Ну, по счету. Вот, а если взять, ну, скажем так, среднюю силу команд, то есть сложить силу всех 20, но у нас сейчас, на данный момент, 19 команд, Москвич оставил за стопами 18 команд, его сравнить с среднюю силу, я думаю, что будет примерно так, одинаково. Почему? Потому что, да, правильно ты заметил, что в нашем дивизионе 2А более ровный состав команд, и это, в принципе, было изначально понятно до старта чемпионата. Ну, вот, скажи мне, Медик выделяется на фоне остальных, нет? Я с ним, Макарена в этом сезоне с ним еще не играла, в прошлом сезоне мы играли, я не помню, чтобы он сильно мне запомнился. Естественно, да, понятно, к чему ты клонишь, что команда идет без поражений, более того, команда выиграла все свои матчи. Вот в последнем туре они играли, если не ошибаюсь, с Олимпом, да? Да, правильно, они играли с Олимпом, я общался с ребятами из этой команды, из Олимпа, и вот, например, кто-то из них высказал такое мнение, что они не понимают, как Медик до сих пор не потерял ни одного очка, потому что моменты команда создает с трудом, плюс ребята из Олимпа считают, что у них было преимущество, плюс к тому же они пеняют на ошибку судьи, ну, говорят, что там был, то ли голом не засчитали в конце матча, то ли пенальти не поставили, ну, то есть они уверены, что наиграли более чем на победу, ну, не знаю, я очень хочу встретиться со всеми этими командами, которые пока идут без поражений, подиум, Медик и Мистерия, после личной встречи могу сказать. Медику было 20 лет, все прекрасно знаете, мы поздравляем эту, не побоюсь этого слова, легендарную команду, потому что, ну, действительно, да, 20 лет это большой срок, ну, вот, соответственно, было интервью, Дим, кстати, Дмитрий Решов, да, делал, это почитайте обязательно, но я к чему хочу сказать, да, я такое ощущение было, что где-то вот эти слова, которые ты сейчас говорил, да, где-то я уже слышал, вот Медик играл, по-моему, с флагманом, и от представителей флагмана я слышал практически такие же слова, что владели преимуществом, опять ошибка судьи, и непонятно, как Медик выигрывает, примерно, да, Дим, по-моему, так? Наверное, где-то за счет опыта, вот, и за счет спокойствия, то есть Медик может пропустить момент, стопроцентный момент, да, где-то там реализация подведет соперника или еще что-то, ну, в общем, не забьют, да, не смогут. Медик спокойно совершенно к этому относится, вот как Реал, да, в свои чемпионские годы, то есть команда была уже настолько опытная, что пропустив мяч, они на это абсолютно не обращали никакого внимания, и играли дальше, гнули свои линии, в итоге добивались результата. Вот примерно и у Медика та же история, они забьют свои, там, 2-3 мяча, и опыта им хватит для того, чтобы удержать это преимущество, они не полетят вперед, они будут спокойно ждать соперника на своей половине поля, где-то сыграют попроще, на вынос, но результат свой они удержат. Ром, еще... Извини, пожалуйста, но вот что касается именно игры, мы, ну, флагман уже сыграл практически со всей верхушкой, могу сказать, что по игре больше всего мне запомнилась и понравилась Мистерия. Вот Мистерия, это, на мой взгляд, команда уже по своей дисциплине игровой, по своей построению, это уже команда, ну, скажем, наголого выше 2-го дивизиона, это вот где-то, наверное, дивизион 1-й. Пускай, может быть, сейчас результат еще не так хорош, да, он не заявляет, так скажем, о силе команды. Как результат нехороший? Ни одного поражения команды. Ром, согласен ли ты с словами Димы и все-таки три ничьи о чем-то говорит? Три ничьи, да, наверное, о чем-то говорят, но, опять же, на все это можно посмотреть по-разному. Один момент может решить исход матча. Опять же, вернемся вот на минуточку к Медику. У них почти все победы, вот у них 9 матчей сыграли, 2 крупных победы. Одна над Викторией, которая, понятно, она пока еще как-то вот не вкатилась в сезон, там тоже проблемы с составом. И одна на Томико, которая, ну, сейчас то ли сняла, то ли не снялась, там пока еще непонятная ситуация. Все остальные победы у Медика в 1-2 мяча. То есть одно решение судьи, один, там, я не знаю, кик с какой-то мяча и все, и это ничья. Вот, пожалуйста, у Мистерии те же самые три ничьи. Ну, вот, опять-таки, команда играет мало того, что, да, я уже не одного человека так же слышал, что у нее поставлена игра, у нее очень хорошие исполнители. И, более того, у нее, видимо, все в порядке с характером. Последний матч Вессадь ввел у Мистерии, выигрывал у Мистерии со счетом 2-0. Мистерия смогла отыграться, вернуться в игру и вроде как еще и могла зацепить три очка. Ну, немножко вот здесь не хватило. Может быть, может фар какой-то, может еще что-то. Посмотрим. Ну, уже не один человек, да, я к Диме присоединюсь, наверное, в этом. На основании чужих отзывов я могу сказать, что Мистерия вызывает, ну, по крайней мере, такое уважение и занимает свое место сейчас. Еще об одной команде, которую хотел спросить, это Миф, да, наверное, Апостол, ну, все видели, приходил к нам передачу, много обсуждали. Был такой резвый старт, и было поражение, и тут уже три поражения. Тут одно слово, календарь. Календарь все решил, потому что Миф, ну, правда, играл с нижней части турнирной таблицы. Старт сезона, вы сами знаете, он на сильные коллективы оказывает свое влияние. Где-то не сбор, где-то не приехали лидеры, кто-то уехал в отпуск. В этот момент можно и с лидерами, в общем-то, при хорошем сборе играть на равных. Им попали же, наоборот, аутсайдеры, да. Они обыграли их, и, понятное дело, что где-то, наверное, и голову закружило, да, вот, сам Андрей об этом говорил не раз. Но мне кажется, что все-таки Миф, вот, на старте сезона это был, ну, некий такой аванс, да, вот, был дан вторым дивизионам, и этот аванс они, вот, к сожалению, не оправдали. То есть, могли, наверное, да, зацепиться где-то, но, честно говоря, вот, на длинной дистанции будет тяжело. Очень бороться за чемпионство, там, или хотя бы даже за тройку. Ром, скажи, пожалуйста, есть ли какая-то команда, которая может быть теневым, таким фаворитом, которая может быть выстрелит? Я бы отметил в этом смысле два коллектива, это Редзори и Флагман, Дим, не потому что ты здесь, потому что команды, во-первых, они только поднялись и встретили, кто от них мог чего-то ожидать? Да, естественно, все знают, что, ну, вроде команды уже с историей, уже они много лет, но в то же время все равно, вот, они только-только здесь появились. В то же время Флагман провел классную трансферную работу, да, появились хорошие молодые ребята, притянулись. Пользуясь случаем, хотелось бы пожелать здоровья Вове Жандарову, я знаю, он получил серьезную травму. Ты в курсе? Честно говоря, видел, как он играл уже вроде. Он вот буквально на днях, вчера я общался с Димой Башкиным, Вова на днях сломал ногу, поэтому это, конечно, большая потеря для Флагмана. И почему я еще выделил бы эти команды? Не только потому, что они сейчас высоко забрались, они показывают хорошие результаты, много выиграют. Держишься, вот, получается, Флагман 8, Редзори уже 5-й, есть команды очень высоко, и там все плотненько. Там вот немножко оторвались Медик, Подиум, чуть-чуть Мистерия, а дальше уже идут плотно. Миф, Редзори, Весайт, Олимп, Флагман, Нестандарт. Дальше чуть-чуть, там, 3 очка до Макарена. Мы потянемся. И почему я выделил бы еще и в том числе Флагман? В отличие от, опять, тех же лидеров, и Мифа, и Мистерии, и Подиума, и Медика, Флагман сыграл со всеми, практически со всеми из них. То есть сейчас календарь у Флагмана, тьфу-тьфу, очень благоприятный к тому, чтобы подниматься еще выше. Или, по крайней мере, закрепиться вот в верхней части. Ну, календарь-то благоприятный, но как раз вы знаете, что футбол такая штука, да? Ты вроде обыграл лидеров, хочешь выдохнуть, и где-то недонастрой, 5-й, 10-й, и могут как раз быть отрицательные результаты. Это не говорит о том, что Флагман именно так будет, но это может так любая команда проводить. Миш, ну, если выбирать между двух зол, то лидеры будут играть с лидерами, и совершенно непонятно, во-первых, какие там будут результаты, и совершенно непонятно, какие будут у этих результатов последствия. Потому что кто-то может поплыть, это второй дивизион, и никто этого не будет. А на примере того же мифа мы видим, что, ну, по крайней мере, в нашем дивизионе складывается так, что те, кто в какой-то сейф не могут являться лидерами, все-таки редко теряют очки, ну, скажем так, с антердогами. Поэтому флагману карты в руки. Ром, скажи, пожалуйста, из двух недель, да, что у нас не было передачи, какие-то результаты, что-то у тебя вызвало какое-то удивление, может быть, или все прошло достаточно буднично. Вот сейчас на ваших экранах, друзья, да, результаты матчей, последних двух туров, двух недель, можете посмотреть, ну, вот, соответственно, что-то можно выделить, или, в принципе, все основное мы обсудили, так скажем. Ну, мы уже, правда, обсудили то, что вот медик прет, да, и выигрывает. Вот, честно говоря, это, правда, немножко странно. То есть, хоть одну осечку на старте сезона мы, честно, ожидали от медика. Да, сейчас идет эмоциональный подъем, 20 лет, свежая новая кровь выливается в коллектив, но все равно должен найтись, хоть одна, наверное, должна найтись команда, которая, извините меня, остановит просто вот этот... Ну, невозможно, нет, ну, конечно, кто-то найдется, тот, кто остановит. В любом случае пройти без поражения, то... Ну, в конце концов, они будут играть между собой. То есть с медиком? Медик с подиумами, имею в виду. Я просто сразу опережаю события, взял вторую команду, которая также идет без поражений. Ну, вот, опять-таки, эти события, да, потому что, я думаю, что, ну, по крайней мере, в прошедшем туре кто-то потеряет очки из этих двух команд, потому что подиум играл с вами, причем не самым сильным составом. Не было их лидера Садовника и кого-то еще из ребят. Да, 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 абсолютно. И, в принципе, об этом было известно заранее, ребята в группе писали в ВКонтакте. У Медика тоже соперник был очень сильный. Кроме того, не меня удивляет то, что происходит с Фениксом. Почему? Потому что в прошлом году, ну, наш дивизион по сравнению с прошлым сезоном изменился немного. Те, кто ушли на повышение, нас покинули. Плюс Велиминовы, я так понимаю, что они больше, по крайней мере, в том предыдущем своем составе не играют. К нам поднялись команды снизу. Ну, москвич, опять-таки, оставляем за скобками. То есть, ну, убираем вот эти вот первые, там, 4-5 команд. Дальше уже шли, там, как раз-таки, Томека, у которой проблемы с составом, всем понятные, всем известные. То есть, ее, опять-таки, сбрасываем со счетов. Там же Феникс был в прошлом году. То есть, ну, на мой взгляд, команда должна была наравне с тем же Медиком претендовать на, ну, по крайней мере, борьбу за верхние места. Они сейчас идут чуть ли не в самом низу. У них поражение за поражением. При том, что прошлогодние лидеры, Гога Квиквискири, который играет в центре поля на месте, Макс Полетаев, который сумасшедшее количество голов забивал в прошлом сезоне на месте, что с командой происходит, честно, не знаю. И также отметил бы, что Сокол, который также поднялся из третьего дивизиона, потихонечку все-таки начинает вкатываться, начинает набирать очки. И вот в прошедшем туре они обыграли Айв. И я так понимаю, что довольно-таки уверенно по делу. Счет такой хоккейный, там, по-моему, 6-4 что-то было или близко к этому. Ну, и не могу, к сожалению, не отметить с горечью для себя поражение Макарея на Атлетуале, потому что, ну, честно говоря, я этого не ожидал. Даже вот так вот, если абстрагироваться от симпатии к своей команде, я думал, что, по крайней мере, мы не проиграем. Но это футбол. Но пару слов по сопернику, если я могу все-таки сказать, что Литуаль из себя представляет в этом году. Литуаль подкупает тем, насколько грамотно они оценивают свои силы. Мяч уходит в аут, они не спеша идут, они дают сами себе подышать. Потому что, ну, у них, да, они уже несколько лет играют там чуть ли не одним составом, понимая, что ребята взрослые, там, мягко говоря, за 30, кому там уже, наверное, около 40. Они никуда не бегут, они не летят, они спокойно взяли мяч, поставили там. Мы там побежали в пресинг, они спокойно мяч покатали, если нужно, вынесли, опять-таки подышали. Потом на контратаке нас поймали, на наши ошибки поймали. Раз, два, три, потом мы уже не знаем, что делать. То есть, в принципе, я не могу сказать, что они чем-то удивили. Они очень грамотно построили свою игру. Если сравнивать с кем-то из известных спортсменов, очень круто вот сейчас в последние пару сезонов перестроился Криштиан Роналду. Раньше он бежал, финтил обводил. После какого-то вот такого спада небольшого он стал больше отдавать, больше как бы накачался, стал машиной такой. Он здорово прислушался к своему организму. Вот примерно то же самое, мне кажется, делает Литуаль. Они себя слышат, они неудачно стартовали, но немножко выровнили сейчас положение. И они знают, где их плюсы, где минусы. Вот за счет этого они нас и обыграли. Ну, скорее всего, это та команда, которая будет сохранять свою прописку во втором лиге. Я думаю, что да. Где-то вот вряд ли они будут бороться за повышение, ну, если не будет свежей крови у них. Ну, и учитывая их колоссальный опыт для вот такого уровня, для уровня второй лиги, да, я думаю, что вряд ли они будут бороться за выживание. Ром, давай поговорим о ближайшем туре. Вот мы говорили с тобой о, ты, точнее, сказал о Редзоре и Флагмане, да, о Флагмане, прошу прощения, которые могут так выстрелить, так скажем. Вот они как раз встречаются в этом туре. Вот сейчас таблица, календарь на ваших экранах тоже вы можете посмотреть. Друзья, вот я отмечу, наверное, этот матч, да, потому что ты говорил об этих командах, что думаешь по этому матчу и скажи, пожалуйста, какие еще матчи представляют интерес? По поводу Редзоре и Флагмана, согласен полностью, когда я увидел календарь на следующую неделю тоже в первую очередь. Именно для себя я это выделил, потому что, ну, опять-таки, мне интересно, что в итоге покажут эти команды. И очень интересно, как они будут играть между собой. Жаль, что не получилось протолкнуть их в прямую трансляцию, ну, да ничего, может быть, получится приехать на стадион посмотреть. Чего я жду от этого матча? Да, честно говоря, даже не знаю. Общался как раз на днях с представителями Редзоре, готовился к написанию следующего обзора. Узнал у него по поводу того, были ли какие-то изменения в составе в связи с выходом во вторую лигу. Он сказал, что нет, мы уже года два, что ли, или три играют они одним составом, а связка защитников, у них там вообще чуть ли не 10 лет одни и те же люди играют. То есть, понятно, что сыгранность колоссальная. Но в то же время может не хватить свежести, которая у флагмана, благодаря новичкам, есть. Опять же, здесь большая потеря сейчас. Жандаров. Посмотрим, как без него будет команда. Он, кстати, занял у нас в голосовании за лучших игроков месяц с сентября второе место. Совсем немного уступил Дмитрию Садовнику из подиума. Поэтому это, безусловно, потеря и для команды, и для лиги. Потому что мы играли против флагмана, он хорош. Вроде бы человек не делает ничего особенного, но забивает, отдает, открывается. Очень классный для нашего уровня нападающих. Ты знаешь, как говорят, футбол игра простая. Это очень важное качество, когда человек не делает ничего лишнего. Да, согласен. И как флагман сможет перестроиться? Я просто, честно говоря, не знаю, кто там на вторых ролях нападающих. Мы вообще-то уже 30 сезонов без нападающих играем. Ну вот Дима, я видел, что Дима в заявке у вас значится, ой, Дима, Вова Жандаров значит заявка как защитник, но играл в нападении. Да, было и так. Видимо, вот как раз-таки с этим было связано, что он, видимо, себя хорошо проявил, а других нападающих не было, и поэтому он стал играть в нападении. Ну, сейчас мы уже заявили новых людей, нового нападающего. Что касается травмы Володи, то это колоссальная потеря, здесь не надо ничего придумывать даже. Но другой вопрос, что будем что-то менять, будем стараться, значит, снова удивить соперника, потому что многие оказались не готовы даже просто к нашей схеме тактической. Ну, так что этот матч, да, в любом случае должен быть интересным, и какой будет результат, я спрогнозировать не берусь, но не думаю, что будет забито много мячей, мне кажется, что будет такое что-то боевое, и там в районе там максимум что-нибудь 4-2-3-3, я жду чего-то вот в этом роде. Ну, еще вот давай два матча выделим, вот тройку матчей, которые можно с наиболее большим интересом посмотреть, наверное. Ну, опять-таки, будет интересно посмотреть на Медик против Литуали, лично для меня, потому что как с Литуалью, с которой мы проиграли, сыграет один из лидеров. Интересно, сможет ли Литуаль оказать сопротивление, но опять-таки... Ну, похожие команды, потому что... Да, да, команды похожие, о чем мы сейчас и говорили, то есть, в принципе, возможно, в этой игре у Литуали и будет шанс, несмотря на то, что, казалось бы, по таблице большая разница между командами. Может быть, здесь и стоит ждать, ну, если не сенсации, то, по крайней мере, какого-то интересного результата. Ну, и, конечно, я бы выделил еще матч Мистерии и Олимпа. Про Мистерии мы уже немножко сказали, команда идет в лидерах, не проигрывает всего три ничьи, все остальные победы. А Олимп тоже резво стартовал, у них тоже были все сначала там три или четыре победы, потом немножко они стали буксовать, чередовать. Победы, поражения, ничьи, но команда в целом очень хорошая. И в прошлом туре, опять-таки, мы это уже обсуждали, они были близки к тому, чтобы отнять очки у одного из лидеров. Сейчас будут играть с другим. Как сложится этот матч, посмотрим. И если Мистерия выиграет, то разрыв между вот этого тройка лидеров, там, четверкой, пятеркой и остальными может немножко увеличиться. Рома, спасибо за этот исчерпывающий ответ. Но я бы хотел еще одну такую небольшую тему обсудить. Она идет, как во всем втором дивизионе, таким отросточком, опениксом, наверное, понимаешь, о ком я говорю, о какой команде, это москвич-ветераны. Вообще, как он влился в 2А, так скажем, и вообще, что это, как это, я даже не знаю. Спросите более культурно, если можно так. По поводу москвича, споры чуть ли не каждую неделю у нас в дивизионе. Ну, практически после каждой игры москвича у нас в группе ВКонтакте возникают споры. Кто-то говорит, что здорово, хотя бы там разочек бесплатно, ну, как, ну, за аренду поля, там, сыграть с такими мастерами, которых вот раньше мы видели по телевизору, там, Алдонин, Корчагин и все остальные. Кто-то смотрит на вот эту вот ситуацию с такой стороны. Другие, ну, было у нас еще обсуждение ситуации, что сняли очки с команд, которые успели играть со СКА. Ну, здесь вроде как, несмотря на то, что, ну, я, по крайней мере, в регламенте нормы не нашел, которая была бы логична, что в случае, если команда сыграла меньше 50% матчей, результат аннулируется. Я этой нормы не нашел, то есть, ну, на мой взгляд, не в соответствии с регламентом сняли очки с команд. Но это практически все признают, что это справедливо. В этом есть логика. Новая команда пусть играет со всеми. Другой вопрос, опять-таки, немножко забегая вперед, сейчас непонятно, что будет с Томекой. Будет ли здесь такая же ситуация? Будут ли аннулированы результаты матчей, которые сыграли против Томеки? Если да, то это может повлиять на таблицу. А потом здесь, о чем надо говорить? Понятно, что с точки зрения справедливости, наверное, надо аннулировать, да? Но с другой стороны, давай посмотрим, что это же по-другому тогда календарь надо и встать? Где-то кто-то не сыграл, а с этим надо сыграть, а это ставить? Ну, на самом деле, мы же знаем, что практически в каждом сезоне, конечно, не так рано, подобные вещи случаются, кто-то не доживает, и получается, что кто-то тут пропускает. Коллеги, а как снятие Томеки вообще повлияет на ситуацию в турнировой таблице? 8 игр, 8 поражений, все, тут никак не повлияешь. Только разница забитых прокучилась. Нет, у кого-то минус 3 очка и, возможно, игра с сильными соперниками с Томеки. А, если кто-то зайдет. А что касается «Москвича», здесь, ну, конечно, можно понять, что, извините, да, играют с таким соперником, да, и понятно, что, ну, шансы, конечно, безусловно, есть, ну, как бы, в любом случае, да, там, с любым соперником, мне кажется, вплоть до премьер-лиги, ну, включая на премьер-лигу «Москвич», можно где-то расценить фаворитом в любой лиге. Здесь вот глубоко нужно, мне кажется, копнуть, не знаю, это вот хронометраж нашей передачи вообще. Ну, да, 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 давай, кратко. Войдет нет, но вся суть, для чего вообще идет дележка на дивизионы, чтобы команды находились внутри своего уровня, да, никому не интересно приезжать на матчи и получать 18 мячей, пусть их забивает хоть, я не знаю, кто он, Кришти, Корчагин, там, или Кришти, или кто угодно, понимаешь? Матч, нет, для чего это было сделано? То есть, если, было же буферная зона, да, вот, ну, это что, для чего делать? Для того, чтобы команды примерно одного уровня играли в одном дивизионе, и у тебя каждый матч был, грубо говоря, за рубой. Да, ну, хорошо, ну, вот, такой момент, если бы не было «Москвича», соответственно, не было бы споров, зайди любая другая команда, сейчас бы этот вопрос был бы неактуальным, согласитесь? Я думаю, что, во-первых, не сняли бы очки СКА, я думаю, что это не произошло бы. Во-вторых, споры наверняка были бы, но они были бы, ну, как, были бы не то, что споры, были бы обсуждения, а вот нам не повезло сыграть со СКА, мы будем играть с сильным соперником. Ну, естественно, это есть всегда, но это так, разговоры в пользу бедных. Я хотел сказать о других вещах, которые больше, как бы, наша вот эта вот 2А общественность волнует. Свободная заявка у «Москвича». Ну, здесь уже, да, здесь достаточно такой щепетильный момент, здесь на усмотрение лиги есть много подводных камней, нюансов. Вот это вопрос уже, который, ну, действительно, здесь можно понять всех, кто пишет. Здесь, ну, мы его не... На мой взгляд, как бы, вот, большинство споров, они порождались только одним, тем, что не было какого-то официального заявления. Что, какие права у «Москвича». Там, пускай, свободная заявка, но с правом ли они выхода? Или без права выхода? Если они занимают первое место, будут ли они получать медали? Или, грубо говоря, условный медик получит медали за «Москвича»? Да, да, да. Здесь я с вами согласен, да, здесь вопрос... То есть больше бы конкретики, а, может быть, и споров бы и не было. То есть, от вопроса были бы... Ответы получены на свои вопросы, и все. И, опять же, один еще интересный момент. В последнем... А, в понедельник как раз играл с «Москвичом» играла «Виктория». И очень интересный момент произошел. Они должны были играть на третьем поле. Но прямо перед началом матча Роман Шестак судил ту игру. Он подошел к представителям «Виктории» и сказал, что, ребята, переходите на четвертое поле. Как оказалось, кто-то из представителей «Москвича» по согласованию с руководством, вот прямо перед началом игры, поменял поля. Потому что, ну, «Москвич» ребята уже взрослые. Зачем вам бегать на длинную дистанцию, если можешь играть покороче? Вот это тоже не совсем хорошо по отношению к нам, к участникам дивизиона. Почему вот, получается, интересы одних учитываются полностью и даже больше в ущерб интересам другим? Других. Ну, насколько я знаю, «Москвич» и «Ветераны» – они одни из главных партнеров лиги. Ну, да, да, все упирается в этом. Да, 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 упирается. Но сути я прекрасно понимаю. И, наверное, любая команда имеет право так думать. Здесь, наверное, сложно что-то переубеждать. Поэтому, ну, здесь уже, наверное, где-то на руководство лиги, так скажем, остается данный вопрос. Но, тем не менее, да, в любом случае ажиотаж это поднял. Ну, то, что я не могу сказать, что это неинтересно. Да, это интересно. Но здесь вот, опять-таки, может быть, даже я с Димой соглашусь, если бы как-то официально это было преподнесено, там, ну, да, ребят, мы понимаем, ну, вот снялась 20-я команда, давайте сделаем вот так, чтобы все сыграли там одинаковое количество матчей. Вот в качестве бонуса вам сыграете с профессионалами. Может быть, и не было бы этих споров на самом деле. Ну, да, да. Ну, видишь, здесь просто в середине сезона практически уже, да? Да, даже в начале. Ну, в начале. В Sky успели сыграть, по-моему, 5 или 4, или 5 матчей, да, что-то такое. Ну, в любом случае, споры не будут утихать. Вот, когда москвич проиграет, тогда уже, наверное, все, наверное, обрадуются. Да, но зато представьте, какой это будет эмоциональный... И кто? Кто это выиграет? Вот кто. Кстати, кто может выиграть москвича? В субботу вроде как Андрей Апостол описал игру, что они поборолись, по крайней мере, первый тайм на равных с москвичом. И он остался доволен, ну, вернее, результатом, понятно, они проиграли все равно, но игрой остался доволен. А кто может побороться? Ну, вся надежда на те, кто сейчас в лидерах, кто там, мистерия. Посмотрим, насколько у нее поставлена игра, чтобы, по крайней мере, в условиях 8 на 8 побудаться с бывшими профессионалами. Ну что ж, вам спасибо, что сегодня пришел к нам в гости, рассказал он нам о втором дивизионе А, группа А, ну и тебе удачи. С твоей командой ты вице-капитан футбольного клуба Макарена и, соответственно, наш постоянный обозреватель во втором дивизионе А. Спасибо, удачи. Спасибо, пока. Ну, плодотворно мы обсудили дивизион 2А, ну, не менее интересный у нас получается и дивизион 2Б. Сейчас к нам в студию присоединился Максим Киселев и наш постоянный обозреватель второго Б дивизиона, игрок команды форума Николай Иворов. Коль, приветствуем тебя. Да, здравствуйте, вашим телезрителям, участникам соревнований дивизиона 2Б. Очень официально сейчас было. Ну, что же, давайте поговорим о дивизионе 2Б. Это дивизион, который мы называем сильнейшим из двух дивизионов, так ли? Да, в принципе, можно так сказать. Я считаю, что в 2Б есть команды, которые, скажем, даже немного, выделяются классом. Во-первых, это импульс, которому действительно, я считаю, что нету равных. И он, ну, безоговорочно, занимает то именно место, которое он должен по праву занимать. Но в 2Б есть и москвич. То есть, если мы сравним с москвичами... Ну, москвичи это все-таки, так скажем, залетная птица. Во второй дивизионе, то импульс это полноправный участник, потому что он вышел из 3 дивизиона. По спортивному принципу. Но, кстати, да, вот импульс обыгрывает так же, как москвич, но вопросов уже нету с другой стороны. Правильно? Но у москвича в 3 раза меньше игр сыграны, да? То есть, вот она разница просто. 9 игр и 3 матча. Ну, что же, импульс явный уже, наверное, все-таки, да? Можно говорить, фаворит. Если мы там прислали еще Барс, еще кого-то, то сейчас, наверное, все-таки импульс выделяется над всеми, да? Ну, вот через передачу хотелось бы обратиться, наверное, к нашим зрителям. Есть ли иное мнение, хотя бы у кого-либо, что будет другой чемпион в дивизионе 2б в этом году? Вот если есть такой, то просим написать, на мне сообщить. А еще интересно, кто нанесет первое поражение импульс? Такой вопрос можно поставить? Если оно случится, да? Если случится. Ну, случится ли и от кого, может быть? Потому что Александр Кодин, будучи у нас на передаче, он говорил, что досадное неразумение, что случилось то единственное поражение в третьем дивизионе. И задачу он ставит в том числе выиграть вообще все матчи. Коль, давай сделаем так. Так как ты у нас обозреватель 2б, вот, соответственно, все какие-то комментарии будут присылаться тебе. Вот кто угадает, какая команда обыграет импульс, ну, с нас, соответственно, будет какой-то подарок. Так как мы сотрудничаем с Адидасом, надеюсь, что какой-то вот памятный подарок мы все-таки сможем этому человеку предоставить. Хорошо? Да, хорошо. Так что, зрители, смотрите программу, участвуйте, предлагайте. Предлагайте. Будет интересно. Ну, импульс, наверное, вот так кратко можно обсудить. Фавориты и все, да? Тут по игре, ну, явно на голову выше всех. Явно, но вот, причем уже создалась интрига, потому что в ближайшие выходные они встретятся с Фениксом 99. И команда Сергея Стеблецова стала уже более плотно, так скажем, собираться. Я думаю, что они сейчас на хорошем ходу и, в принципе, могут дать бой. Но удастся ли им уже победить импульс? И я думаю, что это вот загадка, которая раскроется уже в ближайший выходной уикенд. Ну, вот про Феникс 99 ты сказал, да, что из себя представляет и к какому числу команд ты бы ее отнес? Середняк, команда, которая может бороться все-таки за выход? Я считаю, что Феникс, в принципе, он будет в верхней половине таблицы. Это несомненно. Причем в том году они вроде были чемпионами, но не 99, а именно Феникс 9. И в этом году, что команда хорошо так же стартовала, потом у них после поражения случилось небольшой надлом. Они неожиданно проиграли Рубикону. Кстати, я моя от печали, что когда предоставят случай, поговорим с Сергеем Стеблецовым, он, наверное, расскажет о том матче. После этого еще одно поражение, насколько я помню. И вот дальше Феникс уже собрался и сейчас идет уверенно. Поэтому я думаю, что он один из претендентов тоже побороться так же за, даже за путевку. Не то, что за стыковые матчи, может за путевку побороться. Интересно. Один из фаворитов, наверное, можно так говорить, Олимпик. Да, победы, кстати говоря, от твоей команды. Семь-один, да. Почему так получилось и расскажи про Олимпик. Действительно, по игре он настолько хороший. Олимпик, в принципе, неплохая команда. Знакома с ним еще с того сезона. И играли вместе Олимпик и Форум в третьем дивизионе Б. Команда, в принципе, омолодилась по ходу еще того сезона. Добавились молодые игроки, довольно шустрые, техничные, скоростные. На них, я думаю, что строится основная ударная сила команды. Ребята убегают в контратаке хорошо, разыграют, раскатывают и забивают мячи. Что касается текущей позиции, я думаю, что Олимпик все-таки будет тоже в верхней половине таблицы. Но среди вот таких явных фаворитов я их пока не вижу. Потому что команде довелось сыграть в основном с командами, которые находятся внизу. Это выходцы тоже из третьего дивизиона. Это команды, которые, по-моему, со Спарта они уже успели сыграть. Которые тоже проходят у них внутри некая перестановка, в том числе и на руководящей позиции. И пока Олимпик, в принципе, забирает свои очки, которые он, в принципе, мог забрать. В дивизионе 2 есть команда МИФ, которая тоже здорово стартовала. И мы говорили о том, что там у них календарь способствует тому, что команда шла без поражений. После чего последовали три поражения. Вот у Олимпика что-то похожее? Я считаю, да. Пока что, как я уже говорил, что команда играет с измеримыми соперниками, которые не могут похвастаться такими скоростными качествами, которые есть у игроков Олимпика в атаке. Вот. И, собственно, по нашему матчу мы неплохо держались где-то до середины первого тайма. Потом тактически ошиблись. Игрок убежал 1 на 1 и в касание просто забил первый мяч. Через несколько минут произошел второй гол. Игрок получил мяч с аута. И чувствую, что его уже нагоняют. Он просто пробил поворотом. И так получилось, что попал в самую девяточку. И тут уже без шансов никто не ожидал. В том числе и вратарь. Первый тайм так, в принципе, и закончили. Во втором, опять же, за счет быстро скоростных действий, команда раскатала нас в своей площади. Третий, четвертый. Ну и в целом игра у нас рассыпалась. Олимпику уже стал контролировать. Мы единожды только отличились. Нам больше не хватило пока что. Коль, что расскажешь нам про «Искру». Команда набрала неплохой ход. В предыдущем туре одержала победу. В этом туре обыграла Максим Атлетико. Вот что скажете? Собственно, по последней игре и по тому, как двигается... И та же ли эта «Искра», которая долгое время играла в первом дивизионе, потом «Искра» в Эсбери, это вот одна команда? Да, ну я вот изначально говорил, что «Искра» это очень опытная команда. Она правоприемник другой команды по ТВП, да, «Пиво, Текила, Водка, Портвейн» такое вот веселое название было в первом дивизионе. Ну, в общем, под этим они названием четыре года сыграли. Потом следующие 13 лет это была «Искра», там, и «Весбери», «Искра-Весбери». Вот, то есть это вот основной костяк этой команды действительно те люди, которые еще в первой лиге играли. И мне вот вспоминается игра с «Искрой», у нас первый тур у «Атлетики» был с ней в первом дивизионе. И это вот такая была вот борьба, борьба, борьба на каждом участке поля. Вот если нас... И сейчас. А сейчас эта история повторилась. То есть, в принципе, у нас тоже, это не секрет, команда возрастная очень, да, у нас Олегу Березенкину, я в интервью говорил, 50 лет в январе исполняется. Ну и остальные ребята, то есть у нас в начале 80-х годов много футболистов. Вот, и поэтому опыт с опытом как бы столкнулся, и они свой минимум моментов реализовали, а мы свой минимум реализовали только на один мяч, а не на три. Но борьбу выиграла «Искра». Да, борьбу выиграла «Искра», и в этот день она была с ней. Это предопределило. Да. Даже несмотря на отсутствие Жени Недзельского, их опытного форварда. Вот, Коля, мнение со стороны, и «Атлетика», и «Искра» – это силовые, так скажем, команды, или это команды, которые умеют играть в футбол? Я скажу, что команды, которые умеют играть в футбол, то есть они грандно-тактически располагаются на поле, они знают, куда у них пойдет подключение партнеров, забегание защитников происходит у одних и у других. Поэтому это опытные коллективы, поиграли и в первом дивизионе, поэтому они знают, что делать на поле, и насколько соперникам позволяют вести свою нить, скажем так, вить такие веревки, то результат приходит, и они забирают свои очки. Вы говорите об «Искре» и об «Атлетике», как о равных коллективах, но позиции в турнирной таблице, они разные. Вот есть ли какие-то догадки, почему так происходит? Ну, не настолько они разные, в принципе. Ну, как, все-таки «Атлетика» место какое? Десятое сейчас занимает? Да, я даже не хочу смотреть таблицу сейчас. Да, на десятом месте находимся, «Искре» на третьем. Но здесь хотел бы я что сказать, что календарь дивизиона 2Б сложился таким образом, что игры с лидерами у команд идут просто пачками. И вот то, что мы сравнивали «Олимпик» с мифом, я бы сказал, что с мифом «Олимпик» нельзя сравнить, потому что миф подошел к своим трем поражениям, играя с лидерами, а «Олимпик» еще не дошел до этих игр, ему еще играть. А может быть «Олимпик» обыграет этих лидеров и подтвердит свою лидирующую позицию. Это будет видно совсем скоро. Ну, так вот, у команд пачками игры выдаются против фаворитов. И вот «Искра» сыграла меньше игр, так же, как и «Олимпик», с командами из лидирующей группы. А для нее вот сейчас эти матчи как раз и начинаются. То есть, такое же испытание «Искру» ждет, как и «Олимпик». Мне бы хотелось сейчас поговорить об «Атлетике». Максим, о твоей команде. Я помню тебя после матча с «Импульсом». На тебе лица не было, я давно тебя не видел. Да, крупные поражения. Ну, в принципе, это же ожидаемо, да, что «Импульс» может одержать победу. Но ты был действительно напомник. Ну, ты знаешь, я просто настолько «Атлетику» люблю, что могу сказать, что мы 13 мячей пропускали свою историю только... Вот это третий раз случилось. Мы пропустили от «Мега Титана» в полуфинале Кубка в 2009 году. И от того же «Импульса» мы пропустили в первом дивизионе. Помнишь, я говорил про эту игру, когда мы в первом круге их обыграли 10-20. А во втором, нет, кстати, все-таки 12 трипом счет был. То есть мы 13 мячей за свою историю пропустили во второй раз. Ну, и представляешь, какое у меня это было чувство. Да, «Импульс» тогда полностью обыграл, переиграл. Но 13 мячей для меня, для моей команды – это просто позор. Вот, я им всем это в лицо сказал. И мы всю неделю просто в чате молчали и готовились к «Барсам». Ну, собственно, победа над «Барсом» и поражение над «Искри». О, поражение над «Искри». Вот как эти два матча, прокомментируй, пожалуйста, тоже. Расскажи. Ты знаешь, что здесь тоже с «Барсом» такая достаточно равная у нас получилась игра. Как я вот сказал, что с «Искри» равная была игра, но они больше воспользовались своими моментами и выиграли у нас. Также и с «Барсом» я хочу сказать, что у нас не было преимущества. В последнюю 15 минутку у нас «Барс» практически своей штрафной площади зажал и был близок к тому, чтобы счет сравнять. Скользкий счет, 3-2. То есть здесь такая трудовая была победа. Ну, а что касается игры с «Искр», у нас так вышло, что мы основного своего полузащитника, к сожалению, из-за травмы серьезно потеряли в матче с «Барсом». Ну, то есть к «Барсу» нет никаких вопросов, там просто так сложилось на поле. И, ну, несколько человек еще не смогли тоже на «Искру» приехать. То есть у нас, конечно, недокомплект имел место, но это свойственно, наверное, для 80% команд в лиге. Если ты приезжаешь недоукомплектованный, то, играя с лидерами, ты можешь и не набрать 3 очка, а можешь и даже одного не получить. Во время матча «Барс-Атлетика» в восьмом туре дивизиона 2Б нам дается пообщаться с вратарем команды «Атлетика» Александром Черняевым. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Так, Александр, скажите, пожалуйста, «Атлетика» две игры уже не может выиграть. В чем причина таких поражений? Скорее всего, причина в несобранности команды. Ну, и две игры мы не можем выиграть, как сказать, не любим мы играть по утрам. Вот у нас было выражение хорошее, сколько там, 3-13, наверное, от импульса, да? Игра начиналась в 11 утра, ну, как-то очень безответственно подошли к игре, не было какой-то собранности. Вроде был состав, могли играть. Собственно, состав не сильно отличается от того, что сейчас. Сейчас игра получается с импульсом, не смогли. Наверное, как-то так. Сегодня вам предстоит играть, и даже уже играете с Барсом, который на текущий момент не получил ни одного поражения, взял все свои победы в шести играх. За счет чего хотите обыграть соперника? И получится ли? Надеюсь, что получится. В первую очередь за счет собранной игры и за счет, ну, как бы, помощи партнеров друг к другу. Вот сейчас вроде пока первый тайм удается. Держим игру, контролируем, в общем-то, есть опасные моменты. Единственное, что не реализуем. Но, слава богу, пока ведем, дай бог удержим. По объективным причинам сегодня отсутствует Максим Киселев. Как вам без, скажем так, капитана на мостике, если можно так выразиться? Непривычно, скажем так. Все-таки он у нас главный организатор игры, видит игру, подсказывает. Сейчас вот эту функцию выполнять некому, но ребята за капитана стараются. Вроде пока все получается. Спасибо большое, желаем вам удачи. Спасибо, до свидания. Коля, твоя статья в Барс уже не тот, собственно, расскажи нам тогда о Барсе. Статья, в принципе, такое название пошло, как мне фраза Романа Шостака, когда он ответил в группе в социальных сетях, говорит, что, в принципе, игроки приехали, но не те, кого ожидались. Собственно, как-то вот мелькнула эта фраза из известного фильма, я думаю, все узнали эту картинку. Ну, конечно, конечно. Расскажи, пожалуйста, об игре Барса, два поражения, да. Вот, Миркс, извините, пожалуйста, что значит приехали в НИТе? Был, ну, практически основной состав, да, не было Миша, не было Ратникова, может быть, еще там двух людей на скамейках запасных, да, ну, грубо говоря, Хлестова не было, ну, трех человек всего-навсего. То есть, и сразу же это не основной состав? Нет, я не говорю, что это не основной состав, ну, как раз участник команды сказал такую фразу, что приехали не те. Но бывают такие ситуации, когда, в принципе, один человек бывает связующим звеном, когда, допустим, позиции связи, там, центрального полузащитника, она такая образующая в команде, и вдруг потеря его или, там, центрального защитника важного, уже бывает ломает всю игру команды, и что-то уже не получается. Я думаю, ну, в этом матче, наверное, то же самое, что в какой-то момент команда обстреляла каркас ворот, не смогла использовать свои шансы, но потом уже, когда получаешь второй, третий мяч, уже, ну, где-то и сил не хватает, потому что база была всего лишь в девятером, скамейка сладенькая, не хватает свежести, и приходит поражение. Два поражения подряд. Ну, вот, соответственно, ожидаемо, наверное, да, потому что все, мы-то столько говорили, да, там, Барс, Барс, раз, и настроить, наверное, на другой, на команду. В принципе, я думаю, что настраиваться на Барс всегда максимально, потому что те, кто еще, те коллективы, которым не удалось еще сыграть, они все-таки не знают, какой нынче Барс. И им, в принципе, команда тоже с историей, там, 20 с лишним лет уже выступает в ЛФЛ, поэтому им интересно, как бы, себя показать. Главное, чтобы не было, как с москвичем, обсуждение. Друзья, сейчас на... Максим, скажи что там? Ну, я так понял, что мы плавно, наверное, еще подходим еще к одной команде, да? Сейчас нет, сейчас результаты всех матчей за последние две недели, восьмой-девятый тур, и вы знаете, на что хотел бы отметить ваше внимание, Коль, Максим, Дим, это Армада Можайский. Армада, которая вроде бы внизу турнирной таблицы, пускает там помного и обыгрывает Можайский. Вот Армада Можайский, Коль, твои комментарии. Удалось застать даже часть игры, потому что наш матч практически параллельно проходил с текущим, но поля немножко разделенные, то есть Арман с Можайским сыграли на Сетмой Парк 4, у нас проходил на отдание поле Сетмой Парк 3, поэтому полностью досмотреть не удалось поединок. Но, тем не менее, хочу сказать, что Армада достаточно упертая команда, они мобильные, динамичные, борются до конца и на каждом участке поля. В форуму уже играл личную встречу с Армадой, это была настоящая борьба, и нам повезло чуть больше. Ну, слушай, ну, Соможайский, Можайский-то идет в верхней части турнира таблицы. Для меня вообще, вот, Можайский, я бы хотел, кстати, спросить тебя по этой команде, потому что, в общем-то, и ребята там знакомые, и ты примерно географически все это близко с нами. В прошлом году команда еле-еле собиралась на матч, и вообще было очень больно смотреть на этот коллектив, тоже с историей, между прочим, еле собирались. Что произошло вот за короткой-то межсезонье, может быть, за конец от прошлого года? Да, команда с историей, также в 2007 образовалась, как и форум, еще играли вместе с ними. В целом, скажу, то, что я видел по команде, особо ничего не изменилось. Сбор также небольшой, в основном игроки приезжают только чисто на состав, 8 человек, без замен, но бьются, борются, играют в простой футбол, наверное, понятный, то есть они также знают, куда подключаться, куда открываться, делают забегания, и не стесняются носить удары поворотом, что, в принципе, у них есть отдельный исполнитель, который вхлесткой по девяточкам гнил. Извините, Можайский идет на пятом месте. Ну, вот вам и восьмерочка. А надо, опять же, смотреть, со сколькими лидерами они встретились, сколько из топовых команд были соперников Можайского. Ну, Армада. Армада нет. Сейчас покажем о поражении. Нет, по Армаде я могу сказать, что Можайский проводил сдвоенный тур, это могло подвести их не в оптимальных кондициях. Они до этого переграли Феникс Раменке в субботу минимально, и вот второй матч подряд, опять же, игра без замен, больше 8 человек приехало, им нужно было снова биться с Армадой. Да, кстати. А Армада заведенный коллектив, тем более они еще не имели ни побед, ни одной ничьей не было. Сограв, опять же, со всеми лидерами практически. Да, да. Совершенно верно. Извини, перебью, что по матчу с Атлетикой Армады, я тоже хочу сказать, что нам трудно было. Дим, мы, кстати, с тобой вместе на бровке стояли, этот матч наблюдали, и там счет скользкий, счет 2-0 держался до самых последних минут. Мы еще два забили только на 59-60-й минуте. Ребята, может быть, не такие технически оснащенные, не такие бегущие, но знают действительно, что на поле делают, и навязывают борьбу, всем навязывали. Нет, бегают. И самое главное, у них есть нестандартное решение, они бьют издали, и не стесняются тоже. У них хлестки, мощные удары, и порой, если вратарь стоит расслабленный, то по углам может залетать. Ну и, соответственно, давайте еще об одном матче, который в календаре, в результатах мы видим, это, естественно, победа Ватутина над Барсом. Тоже. Это Ватутина настолько хорошая? Расскажите. Ну, опять же, присутствовал на матче, специально эту игру остался, чтобы посмотреть. В чем разница этого матча? Мы говорили, что у Барса там отсутствовало всего несколько человек, основная обойма, да? Но ты, Миш, отсутствовал тоже, да? По семейным обстоятельствам. Мы тебя, кстати, поздравляем. Спасибо. Через передачу с этим событием, с бракосочетанием. Очень рада за тебя. Ну, вот, к сожалению, команда не порадовала тебя. Может быть, сейчас вот в ближайших турах тебе подарки сделают. Ну, вот смотри-ка, в чем разница там. У Барса была одна замена, и то она пришла, так скажем, да? Ну, ровно же так получилось, что он, по каким-то причинам, смог только в конце первого тайма подойти. Восьмером, да? То есть, Павел Величко играл в нападении. То есть, я так понимаю, что это не свойственно для него вообще позиции. Даже несмотря на то, что он там все штанги перекладины обсчитал. Но вот затыкали буквально дыры теми игроками из того, что было. Как пела Алена Апина. Я его слепила из того, что было. Ну, что было, да. А вот у Ватутина перед матчем был вызов на эту игру. То есть, какие-то игроки вызывались, а какие-то хотели приехать. Но им сказали, что, ребята, все, обойму собрали. Никак не получается, да. То есть, там почти вся заявка Ватутина хотела приехать и обыграть Барса. Ты знаешь, какой настрой? И действительно, там сколько, 5-6 человек стояло на замене. Постоянно они это делали, делали, держали этот темп. Там все время скруживали. И там молодые ребята, тот же Аленок, который дубль сделал, да, присутствует. Вот, в общем-то, и на желании, и на вот этом подходе, на дисциплине. На дисциплине даже, наверное, да. Вот действительно переиграли. Счет, конечно, крупноват, на мой взгляд. Ну, 5-0, конечно, это очень много. Но, тем не менее, победа Ватутина в этой игре заслужена. И вообще, вместо второй войны таблицы, нужно, мне кажется, отдельно об этом говорить. Я вот, кстати, соглашусь с Максимом, что 5-0, да, это может быть вот уже в конце. Как раз следствие короткой скамейки, что не было замен, силы кончались. И поэтому Ватутин успевал убегать в контратаке. Но 1-0, 2-0, то есть, вот это все было по делу абсолютно. Ватутин набрал хороший ход сейчас, согласны? Абсолютно. Да, Ватутина, мне кажется, хороший ход с первого тура держит. Если посмотреть результаты календарных игр, они вообще почти со всей верхушкой уже сыграли. Вот, кстати, это единственный коллектив, пока что, который, ну, если судя по счету, сумел какую-то борьбу навязать импульс. 4-3 всего лишь импульс выиграл. Остальные там все, ну, гораздо крупнее победы. Тут тоже об этой встрече надо пару слов обязательно сказать. Ватутина к середине тайма, ну, благодаря усилиям лидеров, там, Лямцев, Минич, Идеев, они уже, вот как это, как три богатыря уже все прославились, да, на нашу западную лигу, уже все знают эту троицу. Вот, они обеспечили результат к середине тайма, 3-0 вели. Я не знаю, может быть, чуть-чуть расслабились, но Ватутина добавила так, что они к перерыву уже счет сравняли. Был к перерыву 3-3. И второй тайм, это были полнейшие качели туда-сюда. И там, в принципе, Ватутина могли и легко очки в этой игре взять, потому что там был еще спорный эпизод, где судья мог пенальти поставить в ворота импульса. И это бы могло вообще поражением. Ватутина тогда бы этот приз бы забрала. И в итоге пропустили за 30 секунд до окончания этой встречи. Четвертый гол, все-таки Лямцев там развернул и победу своей командой обеспечил. Да, то есть это единственная пока на данный момент команда, которая смогла навязать борьбу и реально могла забрать очки в этой игре. Ну да, такой из-за спины дышит Ватутина. Вот тройки лидеров, это импульс Олимпийской Искры, и я думаю, что в ближайшее время может, наверное, потеснить кого-то. Да, конечно, конечно. И опять мы возвращаемся к пресловутому календарю. Ватутина, в принципе, с лидерами-то уже потихонечку на игры свои, собственно, сыграла. Причем много очков-то сколько набрала. То есть там были не только победы над Барсом, еще и Заречья они обыграли тоже, которая в лидирующей группе шла совсем недавно. И сейчас они тоже еще там в лидерах. Феникс 99 обыгран Ватутина с Атлетикой ничья. То есть они играли с лидерами и активно набирали очки. Сейчас у них будет проще календарь, а настрой там у них сумасшедший. Как сказал Роман Матохин, наш любимый, он говорит, мы боимся только зимы. То есть я говорю, ну что, поборьтесь. Как шведы, как шведы. Да, да, да. Как шведы, как французы. Да, да. В общем, он говорит, что зимний календарь, что зимой будет происходить, мы никто не знаем. Но в первую лигу они действительно стремятся. И пока вот по игре, на мой взгляд, они заслуживают выхода по тем турам, которые они сыграли. Именно по игре. Ну и вы заметите, что пропустил команды меньше всех. 14 пропущенных мячей. Это новый вектор развития, новый стиль игры, скорее, команды. И при наличии таких команд, как «Импульс», «Олимпик», «Барс» и так далее, где умеют забивать, это действительно достижение. Миш, у нас выйдет на этой неделе интервью с капитаном Ватутина. И обязательно, да, почитайте. Там тоже будет обязательно об этих победах, сложном матче с «Импульсом» и о новых тактиках, возможностях, как противостоять сильным коллективам. Давайте еще посмотрим на результаты матчей. Последних туров. Что можете отметить? Что-то можете, что вас зацепило сказать? Ну, не из того, что мы обсудили. Может быть, «Феникс Раменки» или «Скиф». Да, вот тоже команда «Феникс Раменки», видимо, из-за своей молодости, болтает ее туда-сюда. Или, например, «Скиф», который неудачно начал, но команда неплохая по игре. Очень неплохая. Причем «Скиф» переиграл «Искру», там буквально в третьем туре, но для себя они, по-моему, были у них первый тур. Команда еще на две недели продлила себе отпуск. И вот пришла из отпуска, раз, взяла, обыграл «Искру». После этого немножко где-то забуксовали. Сейчас «Скиф» подошел к серединке таблицы, а «Искру», мы видим, уже идет в тройке лидеров. Тем не менее. Спарта свою первую победу одержала также на этих выходных. Да, Спарта. Ну, там, может быть, соперник был не самый сильный. Рубикон также поднялся в этот дивизион с третьего дивизиона. Плюс в матче случилось удаление. К сожалению, полностью игру самому не видел. Но если это было там в середине или по ходу встречи, то это 10-минутный весомый перевес для оптной команды, которую возглавил Сергей Митков. Я думаю, что они воспользовались этим преимуществом и сделали счет. Добыли первую победу. По «Фениксу» и «Раменке» еще могу сказать, что у них есть много травмированных. Владимир Лизнов пишет обзоры о каждом матче. И действительно, несмотря на... Вот, кстати, странно. Молодой очень коллектив, молодые ребята, а травм много. Но, может быть, много пьют. Не знаю. Сейчас, может быть, это проблема. Или мало. Это шутка, что ли? Или мало, да, наоборот. Ну, конечно, это с долей шутки. Но это проблема, которая может действительно повлиять на коллектив. В то же время «Феникс» и «Раменке» обыграл «Ватутина» 3-2. Да, «Феникс» и «Раменке» обыграл «Олимпик» единство поражения «Олимпика» 5-3. Вничус и скрой, разошелся. И «Заречим» 5-5. То есть, где-то результаты. Верхушку-то обыгрывает. Вот она нестабильность очень. Да. Так что не исключено, что «Феникс» сейчас станет подниматься все выше и выше. Тоже может быть. И приходим к тому, что у нас сколько мы? 10 команд насчитали, которые готовы бороться за высочайшие достижения. Все может поменяться. Знаешь, Максим, к чему мы пришли? К тому, что у нас по сути 2А и 2Б примерно одинаковые. Все дивизионы, где есть «Импульс», где есть «Москвич» и где около 10 команд борются за выход. Ну, суть та же. Да, суть та же. У нас спрос сейчас такой, что с середины таблиц, там вплоть до 4-го места, всего лишь 3 очка разделяет в 2Б. Так что плотность большая. И с учетом того, что лидеры играют сейчас между собой, Да, будет интересно, кстати, о календаре он будет перестраиваться. С учетом того, что 38 туров в этом году. О календаре, давайте на него сейчас посмотрим. Что есть интересного? «Импульс Феникс» из Кроватутина, «Бар Заречья», «Олимпик Армада», может быть, «Армада» еще одну ситуацию преподнесет. Что выделим? И, соответственно, прогнозы сразу свои. Давайте, да. Ну, с конца, если начнем, то я думаю, «Олимпик Армада» не будет сюрприза. Я думаю, что «Олимпик» выиграет в этой встрече. Какой «Бар Заречья»? «Бар Заречья»? Я думаю, что «Бар Заречья» захочется реабилитироваться. «Заречья» очень неплохо начал сезон, но вот как раз, когда они подобрались к верхушке, у них что-то немножко не получается. И три сильных коллектива, и три поражения для «Заречья». Причем даже, когда Максим после матча с «Атлетикой» отмечал, что «Заречья» забивая первым, умеет обороняться, вести по счету. Но вот было с «Веник» 99, они открыли счет первыми. Но, к сожалению, мне удалось добыть победу, и в итоге они 4-2 проиграли. Дим, «Можайский» «Атлетика»? Ну, здесь тяжело. Здесь Максим сидит в студии, поэтому обязательно поставлю, конечно же, на «Можайский». Да, я надеюсь, что команда соберется хотя бы с одной, то есть с двумя заменами и даст тобой коллективу Максиму Киселева. Максим Киселев, «Искра» Ватутина. «Искра» Ватутина. Несмотря на то, что «Искра» очень крепкая и хороший футбол с нами показала, и вообще результаты хорошо показывает, но Ватутина в такой форме находится и на таком всплеске я на Ватутина бы поставил в этом матче. Коль, ну и ты завершаешь у нас круг прогнозистов «Импульс Феникс» 99. Ну, как отмечали в начале, хочется, возможно, будет сенсация, но я все-таки думаю, что «Импульс» возьмет свое. Очень сильно у них тройка нападающих, и они умеют добиваться результата. Я думаю, что все-таки даже, возможно, где-то матч пройдет, как и Сватутина, там будет минимальная победа или там в два мяча, но, наверное, «Импульсовская» держит свою победу. Ну что ж, вот на такой ноте мы подводим итоги 2-го Б-дивизиона. Ну что ж, друзья, еще есть, естественно, у нас 3-й дивизион, но о 3-м и о 1-м мы поговорим в следующей передаче. Ну а на этом мы будем, наверное, завершать наш сегодняшний эфир. В студии был Михаил Меркулов, Дмитрий Ершов, Николай Воров, обозреватель дивизиона 2Б, Максим Киселев. Передача «Натуре». Увидимся через неделю. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»